здравствуйте друзья здесь демитков юрий хочу сообщить вам одну новость сейчас помните я рассказывал регулярно про стратегию уолл-стрит это роботизированная стратегия то есть там аналитики открытия разработали программу которая дает сигналы на покупку или продажу тех или иных ценных бумаг на американском рынке там был небольшой набор бумаг и они были подобраны таким образом что за по результатам прошлого года все они дали доходности они не из первого эшелона были все и я регулярно рассказывал про стратегию уолл-стрит как она действует так вот стратегия уолл-стрит приказала долго жить открытие решила закрыть этот проект почему ну потому что проект не вызвал большого интереса у клиентов и рост числа клиентов вот которые торгуют по этой стратегии был небольшим поэтому ну было решено что это не рентабельно поэтому мои видео по стратегии уолл-стрит больше не будут но что есть взамен посмотрите взамен есть сервис открытие вот он если вы хотите торговать на американском рынке а на американском рынке вот но за прошлый месяц у меня очень была неплохая идея посмотрите что получается на американском рынке вот у меня есть открыт интернет-трейдинг это то что я торгую самостоятельно глобал это у меня доступ на международные рынки открыт это возможно независимый из я не пополнял пока и вот есть такой сервис как ваш финансовый аналитик я пока его тоже не пополнял не начал пополнять вот но он есть он у меня открыт вместо вот волл стрит значит посмотрите что здесь происходит мы берем кладем вот на этот ваш финансовый аналитик это отдельный счет который на будет открыт мы туда кладем деньги какую-то сумму например и нам начинают приходить идеи и рекомендации посмотрите вот такие идеи и рекомендации идеи бывают технические то есть основанные на техническом анализе то есть чисто анализ графика идеи бывают фундаментальные что мне особенно нравится закрытые фундаментальные идеи и вот такие идеи но смотрите аналитики открытия рекомендую то есть они вот смотрят какие акции купить продать и ну в принципе они люди грамотные в отличие от нас с вами вот и на соответственно рекомендуют можно ли им доверять всегда ли они правы конечно нет конечно они не всегда правы далеко не всегда и эти аналитики честно говорят что идеи любой аналитик вам скажет что далеко не все их идеи дают прибыль вот это вот абсолютно так поэтому на смотрите поэтому аналитики ведут свою статистику посмотрите вот за за 6 месяцев прошедшие было выдано 43 технических идеи основанных на техническом анализе и 28 идей на фундаментальном анализе прибыльные из них прибыльных идей оказалось 25 из 43 25 идей основанных на техническом анализе 25 из 43 оказались прибыльными то есть 58 целых 14 сотых процентов идей оказались прибыльными остальные как вы понимаете почти 42 процента оказались убыточными но по результатам суммарная доходность по результатам этих идей оказалась 51 целое 34 сотых процента но я так понимаю что годовых годовых понимаете вот такие как бы идеи понимаете то есть 51 процент это очень не мало то есть надо смотреть не на процент прибыльных идей или убыточных потому что убыточных идей может быть много но если одна или две идеи дают бешеную прибыль то общем сказать она перекрывает там скажем десяток идей которые дали убыток вот то есть там говорят какие стопы какие что надо смотреть вот на это на суммарную доходность потому что цифры по суммарной доходности они говорят о многом вот теперь что по фундаментальным идеям посмотрите 28 фундаментальных идей было 27 из них оказались прибыльные то есть 96 целых 43 сотых ну короче говоря все кроме одной оказались прибыльными фундаментальные идеи 22 из них оказались лучше бенчмарка я не знаю что они брали в качестве бенчмарка значит бенчмарк это та инвестиция на которую стоит ориентироваться это может быть скажем ключевая ставка или это может быть индекс ммвб здесь по-моему не написано да не написано вы можете найти этот бенчмарк в описании торговой идеи ну и дальше я хочу вам показать как все это выглядит как все это выглядит посмотрите вот актуальные идеи ой я вам даю страшный секрет вот ну что делать вот посмотрите 26 06 последняя идея циско систем с покупка цена открытия позиции 56 44 это глобальный рынок это через спб можно купить вот соответственно ожидаемая доходность 14,36 процента годовых рекомендации аналитиков открывать горизонт инвестирования 12 месяцев евро доллар фьючерс они этот фьючерс мне предлагали короче в январе он дал бы убыток но вот сейчас они рекомендуют все равно сказать упорно покупать 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 доходность 2 19 горизонт инвестирования 5 месяцев упорно они говорят детский мир 14 дней горизонт инвестирования вот что надо покупать как они утверждают доходность 3 32 процента не знаю годовых или не годовых значит цена открытия позиции ближайшая цель 89 рублей сейчас 85 рублей но не не такая уж и большая значит дальше себе о м финансы я честно говоря даже не знаю фондовый рынок ой судя по всему это облигация судя по всему это облигация да это точно совершенно облигация вот и судя по всему это облигация московского индустриального банка мкб мкб не индустриального московский кредитный банк. Вот, МКБ. Вот, дальше фьючерс НОТК, честно говоря, не знаю, МРСК Урала, Обаньки, посмотрите, как интересно, фьючерс НОТК 9,19, с горизонтом 6 месяцев, то есть, соответственно, должен дать, ну, он еще 30 мая, 17 целых, так, это что, в шорт, вот, интересно, так, да, похоже, что это в шорт открывать, фьючерс, они предлагают, так, МРСК Урала, 16,2% за 6, годовых, за 6 месяцев, судя по всему, ну, это хорошее, я считаю, Фосагра 8,10%, Лукоил 8,27 на 4 месяца, кто-то у меня спрашивал насчет Лукоила, с плечом не советую, крайне, вот, без плеча вполне, вот, КТК, Московская биржа, ну, и здесь, и так далее, и так далее, и так далее, вот, давайте посмотрим на закрытые сделки, вот, давайте посмотрим, что у нас тут по закрытым, а ничего, а, нет, все, результат, значит, смотрите, Яндекс, покупка была, цель достигнута по Яндексу, 4,17, Роснефть, закрыта по стопу, 1,02 доходность, Сургут, нефтегаз, привилегированные, результат идеи, 41,3%, цель достигнута, 0,01, 0,07, они дали эту рекомендацию, ну, собственно говоря, я купил ее раньше, я купил ее раньше, с 0,01, 0,07, по 0,04, 0,07, они сказали купить, Сургут, нефтегаз, акции, привилегированные, что-то здесь, не так, мне кажется, 31,70, цена открытия позиций, не было такого, вот, а, дата закрытия, да, дата закрытия позиций, то есть, они в этот момент закрыли ее уже, а я ее только открывал, 3-го числа, и ничего, я заработал тоже, вот, ТМК капитал, еврооблигации, цель достигнута, Аэрофлот закрыта по стопу, дала убыток, акции Аэрофлота, ПАО МТС, цель достигнута, МРСК центра и Приволжья, изменение фундаментальных условий, судя по всему, фундаментальное, было, Газпром, нефть, цель достигнута, 20,5% годовых дала, ВТБ закрыта по стопу, Минфин России ОФЗ, 225-й выпуск, цель достигнута, 18% годовых, вот, Норильский никель, цель достигнута, ну, и так далее, и так далее, и так далее, вы понимаете, что, в общем, вот, если кто-то хочет пользоваться рекомендациями, что я хочу сказать, в каком виде приходят рекомендации, рекомендации приходят регулярно на телефон в виде смс-ок, вот, а сделку мы совершаем сами, самостоятельно в терминале КВИК, поэтому, вот, эта стратегия очень хорошая, в принципе, вы видите, она дает доходность, но для того, чтобы пользоваться этой стратегией, надо, как минимум, освоить терминал КВИК, ну, теоретически, можно делать эти сделки в личном кабинете, но в личном кабинете вы не сможете поставить стоп-лимит, вот в чем дело, а стоп-лимиты для того, чтобы, ну, заниматься короткосрочными сделками, надо обязательно уметь ставить, и этому я учу в курсе биржа для чайников, вот, и все, что надо сделать, просто открыть брокерский счет, значит, открыть счет ваш финансовый аналитик, и, соответственно, получать, получать вот эти вот смс-ки, и начинать ориентироваться, что такое фундаментальный анализ, что такое технический анализ, в чем они отличаются, я рассказываю на своем курсе биржа для чайников, вот, и вы полностью можете совершенно спокойно заходить вот в эти сделки, и вы можете прямо смотреть, там раз поставил, значит, take profit на открытие позиции, вы можете открыть позицию лучше, чем рекомендует аналитик, и это регулярно происходит, и закрыть ее, соответственно, тоже лучше, например, да, когда они, так сказать, приходит рекомендация, все, закрываем позицию, ну, мы смотрим, и не торопимся, думаем, а вдруг она вырастет регулярно, это получается лучше, чем вот то, что они говорят, и регулярно приходит также информация, там перенос позиций, значит, перенос стопа по такой-то, такой-то позиции, еще раз, все, что надо, открыть брокерский счет, для этого, значит, сайт demetkov.com, вот там вот вы видите буквочку и нажмете, там сказать, там выскочит, demetkov.com, биржа для чайников, если вы нажмете модельный портфель, кнопочку, то, соответственно, там будет только как открыть брокерский счет, как его пополнять, вот, и пользоваться исключительно через личный кабинет, эта кнопочка бесплатная, если вы захотите освоить биржу для чайников, то есть установить терминал квик и настроить его и научиться работать со всякими стопами и так далее, и так далее, это уже платный вариант биржи для чайников, и вы будете получать вот эти вот, ну, скажем, там 50% доходность годовых, в отличие от там 6-7% как вы сейчас имеете, а большинство людей имеют вообще счета в Сбербанке и не имеют, в общем, ничего, как говорится, спасибо, вот, есть там такая сервис, значит, там спасибо от Сбербанка, ну, кому нравится за спасибо, работать, работайте за спасибо, вот, я считаю, что нужно получать прибыль, я считаю, что нужно денежки копить и получать прибыль, я надеюсь, что это видео было полезно, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите, что вы думаете по этому поводу, так подобно, я не番, себе в см oui, так подобные, что вы ответ expertise, да, ужасов, я буду вам течить, медведи,